Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшний воскресный день называется «Неделя о расслабленном». И мы с вами слышали повествование о человеке, который 38 лет лежал и не получал исцеления, и Господь дарует ему исцеление. Господь приходит в эту купальню, она археолога, и потом была раскрыта в Вефезда. Там было множество галерей, было много людей, и получали действительно исцеление. Когда внезапно вскипала вода, кто первый входил, тот получал исцеление. И в настоящее время археологи раскрыли на стенах надписи с благодарением языческим богам за происшедшееся исцеление. Но в то же время из повествования мы видим, что получали-то только некоторые от расталки друг друга, входили туда, и кто не смог, не может растолкать других первых войти, так и болел дальше. И герой сегодняшнего повествования 38 лет лежал, и некому было ему помочь. И Иисус приходит в это место, где множество слепых, хромых, сухих, чающих движения воды. Приходит в это зловонное, печально страшное место. То есть это, конечно, символ того, что Господь сходит в самую бездну человеческого греха, человеческой немощи. И спрашивает Рослава, хочешь ли быть здоров? Может быть, он вполне привык, кто-то подает, более-менее существует, а выздоровеешь неизвестно, как уж надо трудиться, что делать и так далее. Он сказал, нет, хочу. Тебе подчеркивает, что Бог всегда приходит к нам без насилия. Всегда приходит к нам тогда, когда мы говорим, да, я хочу. Я хочу уверовать, я хочу узнать Бога. Вот это очень важно. И Господь говорит, встань, возьми постель и иди в свой дом. Он встал и пошел. А это было в субботу, когда ничего нельзя было делать, никакой работы. Вот в таком скрупулезном исполнении субботы, воздержании от всякой работы, современные, так сказать, ревнители закона в Израиле, даже нельзя кнопку лифт нажимать, надо кого-нибудь позвать там, или автоматически как-то делать, чтобы в субботу он сам поднимался и так далее. Ну, понятно, что это вот как раз то, что было такой вот ошибочной ревностью. Мы знаем, что это не только беудействие, это свойство вообще всех людей, как-то в форме продавать главное значение. Конечно, форма важна, но важно содержание. И вот мы видим, что не случайно Иисус многие исцеления совершает именно в субботу, чтобы подчеркнуть, что не человек для субботы, а суббота для человека. В одном из таких исцелений он говорит, если у вас у кого волк или баран упадет в яму, не достанет ли он тотчас? Конечно, достанет, даже нарушив субботу. А насколько человек дороже овцы? Вот этот знак. Ну, конечно, могут спросить, ну вот я тоже болею, вот там у другого кто-то болеет, мы молимся, он никак не исцеляется и так далее. Что же за представление, какое оно имеет к нам отношение? Дело в том, что это не задача Иисуса исцелить тех больных. Это знак. То, что на церковно-славянском языке ярким словом называется знамение. Иисус творит чудеса не просто ради исцеления, конечно, он тоже не сходит к человеческим болезням и показывает, что Бог понимает этого человеческого нужду. Но задача у Бога большая. И Бог хочет открывать этим что-то большее. Это знак, знамение. В следующей главе рассказывается тоже о чуде Иисуса, который творит, умножая хлебы, так что накормлены пять тысяч. Потом вот эта власть над материей. Потом показывает, когда идет по воде, показывает свою власть над материей. И вот исцеление больного, это тоже Господь показывает власть духовного начала мира над материальным, над Его творением. И поэтому мы должны здесь помнить о том, как после этого умножения хлебов хотели сделать Иисуса царем. Вот как замечательно, нас накормил. Вот он всегда будет с нами, нам работать не надо будет. Всегда попросим, он нам всегда устроит хлебы. Что не для этого. Иисус с огорчением, он уходит незаметно от этого народа, на следующий день возвращается к Капернауму. И там Его вновь приходят эти толпы людей. Как же ты ушел? Почему же не остался с нами? Иисус говорит им горькие слова. Вы ищете меня не потому, что видели знаменье, знак, а потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, не о той пище, которой сегодня есть, завтра нет, а о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Отец Бог. Не только хлеб вот этот, но и другой. В молитии, Отче наш, когда мы просят хлеб наш насущный, подавая нам на каждый день, содержатся оба этих смысла. Бог понимает, что мы имеем нужду в пище. Но Бог также дает нам понять не только насущный. Это слово греческое, ипиусеус, имеет значение надсущный. То есть, вот это духовное действие, духовное исцеление, духовное освобождение, в связи с этим и говорится, прости над долгим, как мы прощаем. Духовное исцеление. Так, и вот здесь, если мы будем воспринимать это событие только как необходимость исцеления, то будем подобны этим людям, которых Бог упрекает. Вы ищете не потому, что видели знаменье, а потому, что ели хлеб и насытились, что Бог нам что-то дает. Только мы чаще всего обращаемся с горячим молитвами, иногда нужда. А вот после этих слов Иисуса, вот этим людям, некоторые стали говорить, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. То есть, не только, что нам Бог даст, а что мы должны, что мы можем дать Богу. А Иисус говорит, вот, чтобы вы веровали в того, кого Бог осветил и послал в мир. Он есть насущный, насущный хлеб, сам Господь Иисус, вера в Него. И вот действительно, мы видим вот это сопоставление в этой купальне, о которой шла речь. Только отдельные люди исцелялись. Конечно, это символ того, что к этому времени, к первому веку, множество родилось всякие философские течения. И в Древней Греции, и в Индии, и в Китае, и все. Это все было желание человека познать. Вот мир и правильный, идти правильный путь жизни. Но это была лишь подготовка. А подлинное знание приносит именно Иисус. И Он приносит именно то вот исцеление от немощи духовной, как и в Тропаре сегодняшнего праздника. Душа Моя, Господи, в агрессиях всяческих и безместными деяниями люди расслаблены, воздвигни божественным твоим предстательством. То есть, прежде всего, исцеление души. Это знак, что Господь исцеляет. Что касается физического исцеления, Господь дает человеку разум для познания мира, познания лекарственных веществ и так далее. И действительно, современная медицина намного продлила человеческую жизнь. А вот здесь речет именно о том, чтобы мы исцелились духовно. Потому что мы, существа, не только телесные, но и духовные. Самые духовные из тех сотворенных Богом существ. Конечно, в каждом существе, в каждом даже камне есть присутствие Духа, которое проявляется именно в тех закономерностях, в тех законах, биологических, химических и прочих, благодаря которым мир существует. Но в человеке живет и Дух тоже особенный, потому что это образ и подобие Божие вложены в каждого человека. И вот важно, чтобы Он именно царствовал над нами, а не биологические наши потребности проще. Хотя они тоже нужны, это тоже нужно. И вот Господь нам дает великий пример, когда в Сыне Своем Он соединяет и то, и другое. Слово стало плотью и обитало с нами. И поэтому и наша плоть должна быть именно одухотворенной, как и происходит с учениками Христа. Смотрите, рассказывается об апостоле Петре, который подобно Христу исцеляет некого человека по имени Яны и воскрешает вот эту праведную тавифу, память которой сегодня тоже совершается. Вот это удивительно передается именно и апостолам. Это власть духовного исцеления. И, между прочим, именно поэтому читается после Пасхи книга «Деяния святых апостолов». Кто ее не читал, то следует пересчитать. И это читал тоже. Хорошо повторять. Потому что они тоже из своего опыта, как и Петр, особенно Павел, открывают нам важные духовные истины. Давайте вот помнить об этом и искать именно прежде всего вот этого духовного исцеления. Как вот и сказано здесь, «Воздвигни божественным предстательством, якожи и расслаблено воздвиг древле, да зову тебя спасаем щедрый. Слава тебе, Христе, в силе твоей!» Аминь. Спасибо.